Третий подвиг – Киринейская лань. Чтобы узнать, какую здесь подвижку сделал Геракл, в какую сторону, нужно описать, как устроена Киринейская лань. У лани – золотые рога и медные копыта. Это ее основные характеристики. Раз золотые рога, значит, мы имеем дело с мудростью. Золото – это всегда признак мудрости. Рога – двойственность. У всех посвященных всегда на голове были рога, знак. Например, у Моисея Микеланджело – рога. У самураев – рога. У тевтонских рыцарей – рога. Александр Македонский, Александр Искандер Двуроги его называли. То есть это смысл в том, что они познали двойственность и соединили противоположности. То есть этот знак, когда вот… То есть этот знак всюду присутствует, когда всматриваешься в иконы, в картины, в скульптуры древние. Везде этот знак присутствует. Медные копыта – это мед. Вообще, когда слово «медный» вы слышите в мифах, в сказках, это мед. Это значит, это прилагательное от слова «мед» образованное. Значит, Геракл подвижку сделал в том, чтобы соединиться с мудростью, овладеть двойственностью. И одновременно медные копыта, он встал на землю, чтобы соединиться с медом жизни на земле. Земля – это совершенно прекрасное место, где можно испытывать блаженство. Не надо никуда стремиться, рай после жизни там или еще куда-то какие-то, космосы и прочее. На земле вполне можно найти вот этот мед. А потом уже стремитесь куда угодно – в космос или еще куда-то. Но смысл данного подвига в том, что нужно начать познавать двойственность и мед жизни на земле. И напоминаю, что у Геракла на плечах шкура немейского льва. То есть вот здесь вот молчание. То есть он в молчании. Потом он сначала начал соединяться с молчанием. Потом он желание свое немножко умерил. Начал соединяться с душой. И вот в третьем подвиге он начал познавать двойственность и мед жизни на земле. Копыта тоже изображается, как платкова. Да. Дело в том, что подкова – это древний руничный знак, вот этот вот знак. Она еще вот так вот рисуется, этот знак. Это дословно на древнерусском читается как «бог». А вот этот вот сам знак, он читается как «бо». Например, есть город Бо-Дай-Бо. «Бог, дай Бог» в Якутии. То есть этот знак, он виден на камнях. Очень часто его на камнях можно видеть. Геракл поймал лань. Это означает, что он начал ловить вот эти состояния. Какие состояния? Вот эти вот божественные двойственности и мед жизни на земле. Ну, можно здесь еще пару слов сказать. Копыт 4, и они устроены вот так вот, да, копыта. Ну, более узко они. Копыта. Значит, это тоже здесь знак виллы, знак двойственности. Когда мы соединяем виллу, каждый раз, да, противоположенности, мы получаем мед. Вообще от решения дуальных пар, соединения двойственности, внутри возникает чувство блаженства. И когда мы проходим по четырем квадратам, все это полное блаженство. А если вот как в предыдущем случае еще здесь добавится один квадрат, то вот бессмертная душа – это спас в силах. То есть восемь вот этих вилл, когда мы соединили, мы вот выходим в центр, и человек становится спасом. Божественное состояние, когда он способен делать великие дела. Субтитры создавал DimaTorzok